Всем привет! В этом видео поговорим, почему может быть так, что на проводе восьмижильном UTP-5E, например, или любом сетевом компьютерном, почему не поднимается скорость на сетевом адаптере, либо на роутере в 1 гигабит, хотя, как кажется, все 8 жил для этого присутствуют, вот, и кабель обжат, то есть прямым способом, либо кросс под гигабит. В общем, краткая предыстория, решил собрать сервак, ну, типа, он сам системник на продаже, но пока он не продается, решил его использовать как сервер по прямому назначению. Вот, в общем, я менял провода, покупал, то есть категорию 5E, обжимал их по-разному и кросс, и прямой, и, в общем, скорость у меня не поднималась выше 100 мегабит, то есть я ставил их принудку в гигабит, но все равно это ни к чему не приводило. Ну, короче, давайте разбираться, в чем дело. Вот так вот у меня это все дело подключено, то есть оптический терминал с гигабитным портом и роутер микротик тоже гигабитный. Вот этот кабель, да, маленький, он обжат прямым способом, по нему идет гигабит. Второй кабель UTP-5E, он также обжат прямым способом, по нему тоже идет гигабит, хотя он 15-метровый. А третий кабель, который длиной всего 7 метров на нем, при любом обжиме вообще никак не поднимался в гигабит, ни в какую просто. И, в общем, решение было последнее из возможных, взять патчкорд в категории 6 на 10 метров. Ну, я все взял на 10 метров, чтоб с запасом. И сейчас подключен, например, старый кабель, да, который я обжимал по-разному и так и сяк. Видность горит зеленым, соответственно, спецификации сетевухи это 100 мегабит. Кстати, сетевуха у меня стоит сервер на Intel Pro 1000 Quadport. Здесь идет два чипа, прикрытых радиатором, вот, на четыре интерфейса, гигабитных, конечно. Также хочу обратить внимание на то, что новый патчкорд с магазина категории 6 обжат прямым способом, то есть, да, контакты на одном коннекторе соответствуют положению контактов на втором коннекторе. После подключения патчкорда видим оранжевый цвет, то есть, говорит о том, что сетевая карта работает в режиме 1 гигабита. Ну, конкретно сетевой порт работает на скорости 1 гигабит. Все это хорошо, ну, теперь давайте посмотрим, что вам говорит операционка. То есть, видно подключение у нас 1 гигабит. Сетевые адаптеры сейчас покажу. И, кстати, зачем брать, типа, профессиональные сетевые карты, я сейчас объясню. Дело в том, что профессиональные сетевые карты, они на высоких скоростях, ну, вообще, в принципе, они большую часть обработки сетевого трафика берут на себя, а не на процессор, как это, например, на Realtek, ну, или прочих там встроенных сетевых картах. И на тесте видно, что у нас процессор, в принципе, работает без нагрузки, всего лишь 1,4 гигагерца. А вот нагрузка там просто минимальная. И теперь давайте посмотрим, что у нас будет на Ryzen 5950X с обстроенной сетевой картой Realtek на скорости 1 гигабит. Здесь в тесте у меня загрузка 200 мегабит, ну, потому что у меня тарифный план пока 200 мегабит. Надо будет больше. Вот, возьму больше. Здесь давайте зафиксируем, сейчас включен OBS, все-таки запись идет, да, там нагрузка сейчас у нас, ну, примерно 9-10%. Вот я запустил тест, загрузка процессора уже поднимается, и процессор включает Turbo Boost. То есть видно, да, по графику загрузки, то, что нагрузка сильно возросла. Вот, и более интересное сейчас будет при аплоуде, аплоуд больше получается, вот, и загрузка процессора уже достигает 20%, а это 5950X, который в два раза мощнее, чем два процессора E5 2667V2. Так что хотите 1 гигабит, покупайте кабель 6 категории. На этом все, всем удачи, всем пока! Продолжение следует...